Не так много, это я, конечно, уж прям утрирую. Кот! Кот! Ты можешь мне помочь? Как можно курить каждый день? Ну, как люди курят 100-500 раз в день сигареты? Ну, вот им нравится. Я люблю курить кальян, я его курю. Тема, мне нравится, когда ты пушечка. Че глупости, Горча? Я никогда не была толстушкой. Покажи, пожалуйста, Мандезира. Ну, девчонки, вы что? Ужастие какая-то страшная. Но не могут быть все такие красивые, как вас. Коту и маме привет. Кум говорит, ну я не могу без тебя. Ну, посмотри, что там. Он вообще не курится у меня. Поговори с ним. Куил лучше. А? Ну, он дымил, укурился. Нет, я сделала уголь, и мне показалось, что он не до конца прогрелся. Я его еще раз поставила. Просто всегда кальян делает Мандезир, и всегда все нормально. Сейчас решила кальян сделать я, и естественно, ничего у меня не курица. Тут даже никто не сомневался, что у меня нифига не получится, потому что без Мандезира я как без рук. Вот сейчас сто процентов он там что-то подшаманит, и все у меня заработает. С чем кальян говорить не буду, потому что у нас розыгрыш. Кто угадает, с каким вкусом я курю кальян, тому мы его привезем покурить бесплатно. Ну, не мой, а Юр Хокон разыграет кальян. Вот, разыграет кальян, и человек, который угадает, получит себе кальянчик. Так, Миша, у меня кальян не говно, у меня кальян хороший. А если ты такой умный, Кун говорит, кальян говно, давайте вам кальян подарю. Ну так, где кальян? Что ты не даришь, не пойму? Что ты обещаешь? Говорят, все могут. Обещай, только можешь. Одни обещали. Ты обещалкин. Кальян у меня классный, просто жалко, не мой. Что там вообще туго идет? Воды может быть много? Нет. Ребят, пишите мне в директ, по поводу вкуса кальяны, пишите мне в директ, чтобы я завтра смогла сделать скрин, и тот человек, кто первый угадает... Мне сказали, что Тарлин не играет. Ну, конечно. Ну вот, я же писала. Нет, я тут не могу разыграть, потому что я могу не увидеть, не заметить человека, который мне пишет первый. Поэтому пишите мне в директ, и... Миша пишет, вот говно кусок, приезжай, подарю. Понимаете? Вот у нас с кумом высокие отношения, подлюка. Вот тебе прощаю, потому что, знаете, а хер знает сколько лет, свинья ты вонючая. Это смешная. Да, очень. Что, думаешь, много воды я налила? Да нет, почему здесь вода? Снова воздух впускает. Скажи, что твой кот раскочегарит, твой хальян. Играет Москва и область. Ну, другие города не играют, ребят, потому что доставка по Москве и по Московской области. Мандезиру передаю привет. Вы такие домашние. Мне кажется, сейчас вообще все домашние. И Артем в эфире пишет. Как хорошо, что я не свинья. Ну, потому что ты мне гадости же не пишешь. А кум видит, что мне пишет. Меня обижает, скотина. Вы красивая пара. Спасибо. Я никого не ставлю в пример. Нет. Когда дети будут, ну, как Бог даст, так они и будут. Зачем ты куришь? Потому что хочу, потому что люблю. Поэтому и курю. Почему я должна была ссориться с Ксюшей Бородиной? Я вообще не понимаю, у нас что-то общее есть. Нет. Мы не ругались. И при чем здесь вообще она? То вы Олю Орлову приписываете, то Ксюшу. При чем тут эти люди вообще? Любимый фрукт? Ну, наверное, манго и папайя. Учишь язык мандезира? Он по-русски прекрасно говорит. Я никогда не говорила, что я беременна. Это неправда. Как у нас с карантином? Ну, все хуже и хуже. Все ужесточают меры и ужесточают. Я не знаю, конечно, куда дальше. Скоро будем, наверное, отчитываться, сколько раз мы по-большому в туалет, по-маленькому сходили. Ну, чтобы уже полностью под контроль нас взять. Что мы поели на завтрак, что мы попили на ужин. Сейчас вес у меня большой. Какой у меня вес сейчас? 52. 52 килограмма. Я вообще столько никогда не весила. Как сейчас на острове Донводить исполняют? Ой, ну, там всегда такое было. Девки любят бухать. Многие, к сожалению, это их и губит. Нас снячатся, берегов не видят. Ну, тут же два варианта. Если бы руководство это не устраивало, не давали бы алкоголь. Дают алкоголь, они творят дичь. Потом их налобным ругают. А можно же не давать и все. Ну, тогда будет мне интересно. Тут, естественно, выбор каждого. Когда я была участницей, нам тоже давали только так. Хоть три раза в день приходите, пейте. Но просто у нас кто-то пил, кто-то не пил. Кто-то меры просто не знает. И начинает лететь фляга. И они творят дичь. Тема, эти полтора килограмма ты тоже набрал. Ну, потому что, мне кажется, все сейчас наберут. И все будут поросятами. Все едят. А что еще людям делать? Передвигаются мелкими шишками. От холодильника до кровати и обратно. Тут не мудрено поправиться. Но я смотрю, очень многие блогеры там, ну, либо делают вид, либо действительно спортом занимаются. Все дела, все такие правильные. Я тоже думаю, может, мне тоже не отставать? Может быть, тоже? Пару упражнений. Что ты ленивая жопа? В смысле? Офигел в смысле, я ленивая жопа? Скажи, что ты ленивая жопа. Это вообще неправда. Хотела бы, уже давно занималась бы. Это неправда. Расскажут вам, сидит. Вот она на равном месте. Взяли, обозвали жопой ленивой. Не. А хотите, между прочим, да, кстати. Вот что, просто так нам с вами сидеть на карантине. У нас есть мандезир, профессиональный инструктор, фитнес-тренер. Ничего не делает. Пусть занимается со мной. Я вам буду снимать, показывать упражнения, как можно привести себя в форму, если нет никаких тренажеров с подручными средствами. А как тебе идейка моя? Да. Говори, да. Посмотрим. Я уже расстраиваюсь, начинаю, что не могу покурить. Я не думаю, что беременные будут рожать на острове, потому что это нужно быть камикадзе, чтобы там рожать. Честно. Во-первых, я не представляю, как девчонки в трезвом уме и в здравой памяти могли согласиться лететь туда беременными. Но я понимаю, что условия, да, что, ну, как бы иначе им пришлось бы покинуть проект. Но я бы так, наверное, никогда бы не рискнула, потому что, ну, на Сейшелах просто нет медицины. Вот ее реально нет. Я когда полежала там с дизентерией, я это поняла. Вот кто-то пишет, хочу тренировку. Давайте забахайте тренировку. А, я сказала же, все будут писать, давайте тренировку. Ой, если я пообещала, понимаешь, если сейчас люди мне будут писать, я же не смогу обмануть. Нужно будет, чтобы ты со мной позанимался. Ты для себя или для людей занимаешься? Ну, я для себя. Так, конечно, так вот для себя это один момент, а для людей... А вот Тёма пишет, я спортом занимаюсь в фотошопе. Тёма, ну, знаешь, к сожалению, не все так могут. Я посмотрела, как ты свою фотографию обработал. И вообще зависть это не моя черта характера, но я обзавидовалась очень красиво. Мне тоже хочется так же. Зато как нарожают маленькие... Потому что, ну, там правда, там медицина, она плохая. Я не шучу. Естественно, все рожают. Ой, местный, боже. Новые фильтры, видите? Местные жители, естественно, не происходят. Но я считаю, что если есть возможность рожать в России, нужно рожать в России. Однозначно. Скажи диету, чтобы реально работала. Не скажу, потому что я не сижу на диетах. Я не знаю. Спорт в фотошопе тоже нужно уметь. О, Женька Янчишин, привет! Ты там не с Анжелкой случайно? Нет, в Израиле ещё не наведывались. Наведывались. На учёт, а не сложно. Ты и так красивая, Мандезир. Мне нужен, чтобы дал мне по башке, чтобы я начал заниматься и приводить себя в форму. Ха-ха-ха. Тём, так ты пиши. Сладкое очень люблю. Конечно, не так, как Мандезир. Да, конечно. Вы вместе с мамой говорите, что мы сладкое не так, как ем. Причём, что ты, что мама, только сладкое едите. Это один я ем домашнюю. Домашнюю еду не надо путать зрителей. Мне нужно вводить людей в заблуждение, да? Да. Ну, так. Ну, я раньше не ела сладкое. Это с Мандезиром стало есть. А, да, конечно. Когда мы с тобой на США познакомились, у тебя холодильник был в йогуртах, в этих всяких сладких штучках, газировке. И это говорит мне человек, который не любит. Ха-ха. Ой, где сейчас нарастить реснички? Вообще, даже... Наверное, надо кальян заново... Ой, уголь заново поставить, мне кажется. Что, без уголь? Потому что он уже всё. Я сама сейчас буду искать, где их нарастить, потому что у меня... Ну, они у меня ещё, конечно, в нормальном состоянии, но... Скоро, думаю, вылетят все. А, так лучше не надо. Не, ну, в 12 ночи я уже не буду петь, ребята, вы что? Сейчас соседи будут стучать нам. Пойду съем тортик на ночь и спать. Пошёл я. Люблю вас. Доброй ночи, сестрён. Давай, Тёмыч, спокойной ночи. Приятного аппетита тебе. Чё, никак? Ну, хоть и твой ребятам напишем. Не? Напиши, что с каждым разом всё будет туже. Кот. 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 Тут резинка неплотная, видимо. Не даёт. Сейчас, ребят, две секунды. Я просто хочу разобраться со своим кальяном. Ты можешь написать, пожалуйста? Написать? Можно так. Ну, в комнате скажешь. Почему Черно всем хамит? Я же не Черно, я не знаю. Первый момент. Бывают такие ситуации, когда действительно... Там, потерпит клевету, потерпит хамское отношение в свою сторону. Мне кажется, Бекушев, наверное, не такой ведущий. Он вряд ли там что-то как-то смог бы себе позволить, да? Резкое в сторону Саши. Ну, может быть, это гормон. Я не оправдываю сейчас её, но... Не знаю. Но Саша всегда, в принципе, такая была. Потом. Если организация... То, это лица. За ведущими есть организаторы. Если организаторы позволяют, если организаторы разрешают, участники так себя и ведут, собственно говоря, вот. Мы живём в Одинцово. Антон вообще не очень ведущий. Но это такой спорный вопрос, мне кажется. Потому что нет ни одного ведущего, кем был бы доволен зритель на 100%. Тут всё индивидуально. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, я считаю, что Антон не на своём месте сидит. Действительно. Ну, он может быть... Он может быть просто мягкий, понимаешь? Ну, такой тоже человек должен быть. Ну, что значит мягкий? Ну, он, во-первых, должен быть авторитетом для всех. Ну, мне кажется, что он не является авторитетом. То есть, ребята должны прислушиваться к таким людям, к ведущим. К нему, к сожалению, я думаю, что не прислушиваются. Ну, может быть, со временем. Парень хороший, я не осуждаю его человеческие какие-то качества. Но по мне, так, ну, слабенький. Он как ведущий, он слабенький. Ну, разные, видите, точки зрения. Ну, вот Мандезир так считает. Пишут, да, Мандезир прав. Когда ты была на острове, то есть, когда люди ровнялись и смотрели на тебя и слушали то, что ты говорила. Но я не хочу, чтобы... Я не хочу просто, чтобы сейчас мы меня сравнивали. Меня, как бы, давайте за рамки в этом разговоре выясним. Ты же в недавнем времени была там, и я... Ну, а с кем мне сравнивать? Поэтому я и говорю, что тебе прислушивались, как бы, и смотрели на тебя, и видно было со стороны. Ну, здесь это... Кто-то пишет, Черкасов мягкий, но его хотя бы уважают. Ну, согласна, Черкасов, да, он как ведущий мягкий, но при нем беспорядка нет. Юля, тебя слушали. И самый лучший, здесь я вот прям подписываюсь, мы сейчас говорим именно с точки зрения профессионализма. Да, Кадони самый профессиональный, и пока равных ему нет. И тут не от опыта, многие говорят, там Антону опыта не хватает, да. Влад пять лет ведет Дом-2. У нас есть ведущие, которые дольше ведут. Но... И пишут, что у многих дома такие же обои, как у нас на кухне. Вот, ой. Ну, как обычно тут дыма собирается. Ну, да. Кадони крутой остров. Кадони грубиян. Да, ребят, Кадони не грубиян, абсолютно. Кадони на своем месте, у него очень... Кадони... Кадони на своем месте... Нормально ли весить 40 килограмм при росте 160? Нет. Нет? Нет, говорит. А сколько надо? Ну, я же не могу смотреть на комплекцию, надо посмотреть на... Надо на вашу комплекцию посмотреть. Но это мало? Очень мало. Это очень мало, говорит кот. Нет. 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 158 при росте 158. Это много, да? Это много. Нет. Опять же, у всех по-разному. Если у нее информация преобладает, почему нет? Главное, как она себя при этом чувствует и кому что. Это нормально, это ненормально, но так судить очень сложно. Это не профессионально, как минимум. Я не могу давать оценку. Не грядя человека, не узнав его и... Пятое, десятое. Все остальное за деньги. Потому что знаешь, что Бородина самая жесткая и справедливая? Ну, нет, я так не могу сказать. Это ваша точка зрения. Я не могу сказать, что она самая жесткая и самая справедливая. Влад бывает жестче. Тут все зависит от ситуации. Это глупо так говорить. От ситуации, от редакторского ...по телевизору. Ну, потому что по телевизору, когда я ведущая, я на работе. И на работе, за которую мне платят деньги. Работа обязывает к определенным правилам. Вы понимаете? А в своем прямом эфире у меня нет никаких правил. Я говорю, что я думаю, что я хочу, что я считаю нужным. Влад никого выгнать не может. Пью. Сливочный лимонад. Юль, ты очень красивая. Вы прям бомбовая пара. Жду ваших малышей. Спасибо. Мне нравится твоя прямолинейность. Благодарю. ... ... ... что-то сегодня у нас не курят с кольем бедный мандезир нельзя уже матернуться глупости мы ругаемся матом и я наверно еще похлеще ругаюсь чем мандезир мне кажется я самая большая матершинница в нашей семье алексей михайловский уже не может выгнать потому что он там не работает больше к огромному сожалению а так конечно алексей михайловский выгонял в свое время сейчас другие люди мамочка не спит мамочка смотрит телевизор в одинцово как-то много заболевших это откуда у вас такие сведения почему не идете спать ну потому что мы не спим до 6 утра естественно но сейчас ночью не хочется спать потому что мы в обед просыпаемся не от губы дело меня иногда поражают люди которые по твоим постам пишут гадости оставят мне ответ сразу же пишут что родственница ей собственно я иногда конечно с больными вступаю в полемику но это не если болит голова не надо будет еще хуже не кури потом переделаем вступаю в полемику но это забавы ради потому что объяснять ну как бы дураху что он дурак он все равно не поймет понимаете ну человек вот который лежит в психиатрическом отделении который считает что он там петр первый екатерина вторая но вы же ему не объясните что это не так он искренне верит что как бы он петр первый вот и все и будет же вас в этом убеждать и ему доводов приведет ну что также они они уверены в своей правоте они другую точку зрения не воспринимают если кто-то меня не любит они найдут вам тысячу причин почему ответишь вот те кто меня не любит они естественно найдут вам там сто причин почему я плохая а кто меня любит для них как бы эти сто причин не будут аргументом юлька я написала в директ насколько несколько вариантов вкусов может хоть я угадал надеюсь заметишь меня посмотрим посмотрим владельцем острова на сейшелах является кто она она креолка это женщина местная местная жительница да ну да цветом кожи как мандезир она креолка местная жительница очень богатая женщина гоняет там на бентли чувствовать себя в общем отлично или это выгоняла блюма когда он стримашовым понравился лет организаторами так было решено расскажи про ситуацию девочки мальчики еще раз говорю ведущий не вправе вот услышите меня ведущий не вправе принимать такие решения понимаете есть организаторы то есть это огромный проект это огромная машина да или ведущий не может распорядиться и вершить чью-то судьбу кто останется кто уйдет и также когда номинируют участников это тоже не ведущие нам не раньше венел с efficiently уенел с венел с венел с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да там все неправда. Ну нет, зачем вы так говорите? Систер, привет! У меня все родственники сегодня в эфире. Привет, Маришка, как дела твои? По поводу Семиренко я ничего не скажу. Я не знаю ее как человека, я очень мало застала, поэтому по эфирам я вообще не сужу. Мне нужно человека лично узнать, тогда я могу сказать свое мнение. А так... Не. Мои доченьки Сашеньки пугают воздушный поцелуй. Целюю. Ну очень приятно, что вы вместе не верилось. Да. Многим не верилось. Но вот так бывает. Мариш, что у вас в Туапсе? Вы дома? Дома сидите. Про питомник, где мы купили Милену. Милена это Йорк. Ей уже 11 лет. Мы ее покупали очень давно, и я уже даже не вспомню, какой питомник это был. Это нужно доставать все документы, смотреть. Не помню. Ты купила квартиру, а мне до сих пор не может сделать дырку в потолке. А, вы имеете в виду, что мы купили квартиру и не можем сделать дырку в потолке? Ну, для того, чтобы заделать эту дырку в потолке, нужно поехать в магазин, в Леруа. Скажи, вот эту штуку нужно поменять. Вот эту штуку нужно поменять. Чтобы эту штуку поменять, нужно ее купить. А как ее купить сейчас? Вопрос на миллион. У меня виниры. Мы просыпаемся не утром, мы просыпаемся в обед. Нет, вообще, конечно, когда там есть у нас дела, особенно когда... О, особенно когда... Кот волшебник! Молодец, кот, молодец! Иди, я тебя подшилюю! Целый день целовала? Ай, ай, не ничи! Да? Пусти в окон! Целый день, говорит, не целовала. Я пукнул под одеялом. Пахнет невкусно, поверьте мне на слово. Ребят, вы, конечно, с юмором. Скучно слушать, отвечать на какую-то херню. Главное, я просто игнорирую, что все слушают тебя из ответа. Ушла ты или нет с проекта. Ребят, если вы судите по себе, то вы можете выйти из моего прямого эфира. И все, как бы. Те, кто хочет услышать, ушла я или не ушла, скажем так, контракт у меня еще есть. Но я пока не в эфире. Я думаю, все это видят. Вы получили вопрос, ответ на свой вопрос? Что было с кальяном? Я его неправильно сделала, потому что я не умею делать кальян. Что я думаю по поводу пандемии? Я думаю, что не так страшен черт, как его молюют. Потому что, на мой взгляд, это все раздутое СМИ фигня. А СМИ ее раздувают, естественно, по указке вышестоящих. А я кучу раз пишу разные, мне не отвечают. Так, что там я вам не ответила. Как обстановка в городе, скажи. Мы когда выезжали последний раз в город? Но мы даже не в город, ребят. Но это к Брянской. Она фактически у нас на районе живет. В городе были фотографированы. А, позавчера. Пару дней назад мы выезжали по делам. Машин было очень много. Людей мало. А вот позавчера мы как раз ездили к Брянской. Ну, она недалеко от нас живет. Поэтому не можем ничего сказать. Но сегодня мне Анька писала. Она ездила к стоматологу. Вчера, сегодня. Сегодня уже везде Росгвардия. Ну, жопа. У меня там. Одним словом. Покупай еще. Нормально. Покупай вообще. Нормально. Семье Мандезира знакома. Какое платье хочу на свадьбу? Я не знаю, какое платье. Потому что я хотела хорошую, пышную свадьбу в июне. Но уже у нас апрель. Я думаю, с такими успехами максимум мы пойдем распишемся. А если мы пойдем расписываться, то, ну, понятно, я не буду одевать там пышное платье, фату. Но это будет просто глупо. Мандезир говорит, что я уже была в платье, типа, хватит. Ну, ты же мой. Я же тебе говорил, что свадьба не очень хорошая. Нам все говорили, о, вискосный год, свадьба играть нельзя. Ну, вот. Мандезир вообще не хотел свадьбу говорить, типа, пойдем распишемся и все. Но я, естественно, как любая девочка хотела. Помните, вы говорили, что хотели стать певицей? Да, хотела. Я, может быть, и сейчас хочу. Но просто у меня таких денег нет, чтобы в себя вкладывать. Это огромные суммы, ребят. Нужной вы даже не представляете, в каких масштабах. Неправильный мой штук поставил и пишет. Да какая разница, я же дома. Ну, спасибо, какие вы у меня внимательные. Не вздумай выходить замуж в этом году. Фотографии красивые надо. Ну, блин, вот девочки меня, конечно, понимают. Естественно, хочется потом детям показывать. Вот мама с папой. Мама была такая красивая в платье, в белом. Мы же не в обычной жизни никогда такого надеть-то на себя не сможем. Детя куча платья, а именно свадебно. Ну, они же не свадебные. Вот ребенок у нас потом будет подрастет, скажет, мама, папа. Я помню, что я когда была мелкая, у нас была мамина фата. Ну, наверное, многие девочки так делали. Я эту фату на себя одевала и там играла, что я инвестов, что я принцесса. Нет, это стереотип. Ты пацан, тебе не понять. Ну, откуда ты? Ты хочешь сказать Лине, неважно выйти замуж? Ну, нет, все женщины разные. Я не спорю. Она может так же расписаться, это же не главное. Что скажешь насчет белой? Я могу сказать лишь, когда я была на острове, Юлька была хорошей, доброй девчонкой. Глуповатой, ну, мы все чуть-чуть иногда нас несет. Но я не могу говорить сейчас, потому что я не в ситуации, понимаете, нахожусь. Но если бы мы играли свадьбу, прям свадьбу, то было бы много, потому что у нас очень много друзей. Да, Ира Пингвинова беременна. Это, конечно, для меня была просто новость дня, вот честно. Потому что я считаю, что она еще очень молоденькая, у них еще не устаканились до конца отношения. То есть я не люблю так говорить, но к Кирке я отношусь прекрасно, не люблю так говорить. Но, к сожалению, вот эти вот беременности по залету, потому что, ну, тут именно так. Люди ругались, ругались, ругались. Видно, кто-то забыл, что такое предохраняться. И оп, получился ребенок. Но это же не в куклы поиграть, она еще сама, ребенок. То есть если бы, это даже дело не в возрасте, если бы этот мужчина ее любил, она бы его любила, уже отношения там временем были бы проверены, понимаете? Они бы за периметром пожили. Они живут на проекте, где проект все дает участникам. Ну, там и дурак сможет жить. Вам платят зарплату, холодильник вам затаривают каждый день. На Сейшелах так вообще повар готовит. Ну, то есть уборщицы убирают, понимаете? Ну, а как будет за периметром? Там-то проект помогать не будет. Ира будет с ребенком. Дима будет работать. И вот тут начнется бытовуха. И вот тут начнутся ссоры. У них и так ссоры. Все будут хвататься за голову и кричать в караул. А что кричать в караул, если нужно было раньше об этом думать? Сейчас пока, наверное, у них все пройдет. Как показывает практика. Мандезир ничего не готовит. Мандезир жует виноград. У тебя болит голова, а что ты куришь? Голова болит, что ты куришь? Раскуривай тебя. Да я раскурю, не надо, кот. Ты что, голова болит, нафига? Ты мне уже помог. Ты не хочешь, чтобы я курила? Ты что, нафигу, пустя? Ты, говорит, не хочешь, чтобы я курила? Ты что, гупости говоришь? Мало ли. Да-да, правильно говоришь. Не нагулялась. Она еще выйдет за ворота, начнется по мамкам. Ты родила, правда? Как я могла родить, если я беременна и даже не была? Ты как? Двоих. По шучьему велению, по моему хотению. Оп, и мы уже тут ребенок. Если было бы все так просто. Нет. Покажи лимонат. Вот он. Очень вкусный. Мне кажется, в этом супермаркете только мы его покупаем, да? Постоянно. Люлечка, ты очень классная, простая, красивая. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Я тоже желаю каждому из вас, чтобы все было у вас хорошо. Как ты относишься к тому, что беременных увезли на остров в период пандемии? Слушайте, но они же не в рабстве. Как понять? Их же не насильно туда увезли. Не в мешках, правильно? На поляне идет ремонт. То есть, ну, вот такие условия поставил проект. А там же выбор за участниками либо соглашаться, либо не соглашаться. Донцова беременна? Нет, первый раз слышу об этом. Только сегодня с мая списывались. Но такую информацию она мне не рассказывала. Как относишься к Черкасову Андрею и Кристине? Хорошие ребята. Дай бог, чтобы все у них было хорошо. Чтобы Кристина родила здоровенького малыша. Я думаю, что... Я не думаю, я уверена, что Андрей будет отличным папой. Потому что это как раз-таки долгожданный и осознанный ребенок. Поэтому я думаю, что у них будет все замечательно. Люлечка, вы готовитесь к Пасхе. Умная, мудрая, остроумная Юляха. Спасибо. Ну, как готовимся? Ну, мы заказали. Мы не будем с вами печь кулич. Мы заказали. У нас один кулич уже стоит. Но это просто я купила. Вкусные куличи я люблю. Мы заказали кулич. А у нас там не па? Нет, ну я же заказала в этом самом. Доставку, которую нам 19-го привезут. Я же тебе говорю. Как у тебя, где он? На балконе. Он сохнет там или что? Он... Нет. Ты убеждать что-то взять. И оно потом лежит, стоит. Блок-блок-блок-блок-блок. Его можно доставить. Яйца, может быть, покрасим? Ой, я не знаю. Кстати, он еще мягкий. Да он хороший, он мягкий. Вы... Мы раньше так всегда делали. О, будем, кстати, тоже в этот раз делать. Красим яйца и потом... А мы с тобой не красили яйца еще. Ну нет, я же, да, я говорю, что... Я раньше любила красть яйца. И потом мы их бьем. Ну, типа, какое яйцо останется неразбитым, то ты выиграл. Делали вы так? Где? Об что убить? Ну, просто, допустим, у тебя яйцо и у меня яйцо, и мы бьем. Потом там есть... Яйцо об яйцо. Я видела в голову. Таня... Об голову? Таня строкова беременна. Ребят, вы меня спрашиваете, ну я что, лично гинеколог девчонок? Откуда же я могу знать? Поступок Безуса. Абсолютно предсказуем. Абсолютно. Он сто раз говорил, что меня многое не устраивает в этих отношениях. Меня многое не устраивает. Ну, блин. Вы что думали, что человек, конечно, это неправильно? Ну, надо было тогда сразу сказать, Милена, если вдруг когда-то случится, и тебя там выгонят, или ты решишь уйти, я за тобой не пойду. Но у них последнее... Да не в последнее время, у них все время... Это некачественные, это больные отношения. Они неправильные. Смысл держаться за такие отношения, я не понимаю. Я считаю, что для Миленки так будет лучше. Это мое мнение. Сейчас, конечно, она, возможно, считает по-другому, потому что любит. Но потом со временем она поймет. Вернут ли Милену на проект? Я не знаю, но я честно считаю, что ей это не надо. Она уже вышла в жизнь, она зарабатывает деньги. В независимости ни от чего и ни от кого. Она сама себе хозяйка. Она сейчас формирует свою жизнь сама. Думаю, если ее позовут, она вернуться с удовольствием. Значит, это будет ее ошибка. Ребята, я не знаю, как обстановка в городе. Мы вчера выезжали в магазин. Это в нашем ЖК. То есть мы не выезжали за пределы нашего района. Поэтому про обстановку в городе я не могу говорить. Крюлечка, ты классная, умная, красивая. С наступающим праздником. Спасибо за комплименты, за добрые слова. И вас с наступающим праздником. Где живешь, станция? Мы в Одинцово живем. Бехушевгей. Бехушевгей. Ну спросите у Брянска. Я аж откуда знаю. Вот как? Ну я что, свечку держала? А что эта информация даст? Ну да. То есть вот у меня как бы ни жарко, ни холодно. Гей он или не гей. Ну это отличное дело каждого. То есть как это повлияет? На что это повлияет? Будете участвовать в свадьбе на миллион? Да. Будем участвовать. Юля даже в старости под красоткой. Спасибо. Надеюсь. Надеюсь, что я буду бабушкой. Ого-го. Че? Обождел? Че ты сказал? Подумал, что сказал? Подумал? Плохо подумал. Ты похудела? Я пожирнела. Изгиб у меня элька. А вот какая длина, я не знаю. Я всегда делаю у одних и тех же девчонок Gold Star Lashes ресницы. Ну, бывают исключения, когда у них там все забито и нет времени, а мне надо срочно, то я делаю в другом месте. А девчонки в Gold Star Lashes, они меня постоянно наращивают, они знают, что я люблю, какой эффект я люблю. Поэтому я просто прихожу, ложусь и все. И они все делают. Сколько примерно стоит в вашем районе двухкомнатная квартира? Да разные цены, разный метраж. Если она с ремонтом, то от ремонта зависит. Если она на этапе строительства, то очень много нюансов. Я не знаю. Я ж не риэлтор. Миллионов 6-8. Ну, это такая средняя цена, наверное, мне кажется. Да? Не, ну, в комнатной так не будет. Ну, миллионов 6-8, он дезер говорит. Как называются мои реснички? Я не знаю, а как они? Что там у вас бурлит? Кальян. Вениры? Ну, везде по-разному вениры стоят. Мои дорогие были. Кальян вредный? Да, все вредно. И воздух вредный вообще у нас. На улицу вредно выходить. Все вредно, ребята. Неприятно слушать этот звук. Ну, что могу сказать? Не слушайте. Юля, Света Амур идеально просто. Че ты вот гумничаешь? Ты не умничаешь, не факт, ты знаешь. Маму на улицу не выпускаем. Нечего ей там делать. А у тебя уши торчат чебурашка. Ну, да. Если это торчащие уши, то, наверное, и чебурашка. Я согласна быть чебурашкой вот с такими торчащими ушами. Уши у нас торчат. Ну, это пиздец, товарищи. Да, хорошо. Просто пиздец. Других слов нет. У меня болело горло, кальян смягчил. Такого я еще не слышала. Юля, не психуй, ты хорошая. Да я не психую. Я себя психовала. Это по-другому выглядит. Ну, что? Люди пишут идиотизм. А сколько примерно стоят виниры? Ну, кто делает... Ну, стоматологи некоторые берут 20 тысяч за зуб. Кто-то берет 40 тысяч за зуб. Да. Можно найти дешевле. Губы я делала. С ушами все нормально. Это у человека с мозгами не все нормально. Который пишет, что у меня уши торчат. Нет, если бы у меня уши торчали, я бы так и сказала. Уши охуенные у тебя люди пишут. Спасибо. Угу. Нормальная баба-то, Юлька. Да вот и я считаю, что я нормальная баба. А кому не нравлюсь? Ну, это же не моя проблема. Это их проблема, да? Да. Мандезер имел в виду, что замуж не возьмет, что ли? Ну, типа, что фамилия, а не факт. Нет. А мы даже не знаем, где фамилия, где имя. Ну, ладно. Это у нас, у русских с вами одна фамилия. У них там по-другому все. Поэтому он говорит, что не факт, что будет эта фамилия. Все в коммендаторах плохих блокируете? Да по настроению. Ну, иногда блокирую, потому что, ну, зачем мне... Зачем мне... Зачем мне говно. Зачем мне, да, говнолюди на моей странице. Иногда не блокирую. По-разному. Юля, как же без тебя грустно на проекте. Одна из любимых была. Ммм, спасибо. Губы красивые. Мне тоже нравится. Детей планируете? Ну, планируем. Мы же вместе больше года. Не верится. Не верится, что так долго? Вы классная пара. Спасибо. Почему брови разные? Такой вопрос странный. Ну, не знаю, почему разные. Может быть, у меня косоглазие, поэтому я криво накрасила. Я сейчас в городе Одинцово. Юля, в караоке классно поешь. Спасибо. О, 10 тысяч лет уже в караоке не были. Так хочется попеть. От Тель-Авива. У них как раз три моря. Кто? Как карантин закончится. Ну, кто у меня в Израиле живет? А-а-а. У них Средиземное море. У них пять минут до Средиземного моря. До Мертвого моря 15-20 минут. Круто. И до Красного моря. У нас друзья просто Мандезира в Израиле зовут. Три моря у них. После того, как карантин закончится. А Эльгейское море четвертое. Но это как не море, это как озеро. Эльгейское. То есть... Круто. Юлечка очень талантливая девушка. Спасибо, мои хорошие. Чем планируешь заняться? Ну, я пока не хочу говорить. Не говорит гоп, пока не перепрыгнешь. Но у нас уже есть наметки определенные. Ну, теперь только нужно понять, когда все это закончится. С ДНХ гораздо дольше добиралось. Нет, мы не на съемной квартире. Я не знаю, сколько миллилитров у меня в губах. По образованию я менеджер-управленец. В одном из интервью ты говорила, что хочешь повторить судьбу Ксюши? Что изменилось с того момента? Ты разочаровалась? Нет, я и сейчас могу сказать, что она большая молодец. Что она совмещает и карьеру. У нее все в плане карьеры шикарно. И муж, и двое детей. И замечательные дочки. Я считаю... Женщины, которые успевают и в карьере состояться, и детей родить, и дома у них все хорошо. Я считаю, что они огромные умнички. Но просто тут выбор уже женщины. Есть женщины-карьеристки, которым не нужна семья, не нужны дети. Они заточены на карьеру, и все. Но это не значит, что они плохие. Просто для них счастье... У меня есть подружки такие, которые говорят, пусть муж работает, а мы хотим сидеть с детьми. Мы не хотим работать. То есть для каждого же счастье свое. Уж где Настя, которая была с Мандезиром, я точно не знаю, где Гритана. Я уже не живу, как я могу знать. Ну, я же могу судить только вот, потому что нам демонстрируют. Командезирую в гости, на родину планируете? Да, планирую. Ух, мы столько планируем мест посетить. Только сейчас, к сожалению, мы не можем вообще ничего планировать. Духами разными пользуюсь. Да, пингвиново беремену. Кадони? Нет, не зазнался. Духи я люблю Бакарат. Очень люблю. Шампуни. Да, шампунями у меня вообще не принципиально, как им пользоваться. Сейчас вот пользуюсь Леката, фирма новая для меня. Мне нравится. У них офигенные, даже не шампуни, а офигенные, господи, масла для волос. Вижу, у вас настроение хорошее. Да у меня всегда хорошее настроение. А от чего вы печалиться, если нет повода? Милые женщины, которые вот пишут мне там, уши не такие, губы не такие. Ну, я рада, что вы писанные красавицы, что вы являетесь мисс Вселенная. Но, простите, конечно, мне на ваше мнение плевать. Может быть, жестко, но это так. Это моя внешность. И делаю я со своей внешностью то, что я хочу и то, что я считаю нужным. Понимаете? Вы почаще смотрите в зеркало, на себя. Может быть, тоже недостатки найдете? Не пробовали? Я же могу сейчас зайти в ваш профиль и докопаться просто мне найдется уж точно до чего. Но я не буду этого делать, потому что у меня до вас нет никакого дела. Да, не страшные толстые женщины. Почему у вас статус «Ведущая Дома-2», если вас выгнали? Первое. Меня никто не выгонял. Второе. У меня до сих пор контракт не разорван, поэтому у меня статус, что я «Ведущая Дома-2». Суперумцы, да, им всем леща. Да, я думаю, им жизнь уже давным-давно дала всем леща, поэтому они злые такие, жабы. Мама жила отдельно. Мы ее перевезли специально, чтобы жить вместе. Для меня это важный очень момент, потому что у меня мама болеет, и я хочу, чтобы она жила с нами. Очень часто курю, это факт, к сожалению. Ребята, вы пишите, что ты думаешь по поводу Рапунцель. Может быть, это, конечно, неправильно, но я о чужих людях не думаю. Это их жизнь, и они как хотят, так ее и проживают. Главное, чтобы им нравилось, главное, чтобы их все устраивало. Я думаю о себе, о своих близких. Зачем я буду думать, не знаю, за чужих людей? Ну, для чего мне это? У меня у мамы сахарный диабет. Куда пропала твоя маска с бабочками? Я не знаю. Мне тоже так жалко, она такая классная была. Куда ты делась? Да, мама со мной живет. Кофе вообще не пью. Я не люблю кофе, меня тошнит от него. Юлечка, весь дым в моей квартире. Почему он в вашей квартире? Вы что, мои соседи? Я вас задымила? Как набрать подписчиков для работы? Ну, участвуйте в гивах. Развивайте свою страницу. Делайте интересный контент. Все-таки сделали кальян? Да. Мне кот пришел на помощь, как Чапудаил сделал кальян. Мамочки, скорейшего выздоровления, здоровья ей. Спасибо большое, но это не кабинка. Это шкаф-купе. К сожалению, сахарный диабет, он не лечится. А можно как-нибудь вернуть маску? Но я буду узнавать, потому что мне многие пишут, что такая классная маска. Куда она делась? Я, правда, не знаю, как ее возвращать. Нет, детишек у меня нет. Что с утра пьешь, если не кофе, чай. Я литрами пью чай. Каждый второй инстаграмщик курит кальян. Ну, что поделать, ребят? Ну, вот такая вот привычка. Нет, мне кальян курить не надоело. Манезерка, маме в комнату, пожалуйста. Инсулин выдают, но иногда выдают его... Ну, там же очень много разного вида инсулина. Иногда выдают не очень хорошее, и мы покупаем. Квартира маленькая. У нас 45 квадратов. Ох, косметику и духи, да, ребят, это нужно... У меня очень много косметики и духов, столько же. Это нужно прям отдельный пост делать. У моей мам тоже диабетная. Во фоне почечной недостаточности в последней стадии. Сейчас в реанимации, без сознания. Уже неделю из-за карантина даже не навестить, не побыть рядом. Поэтому я вам сочувствую. Я надеюсь, что с мамочкой будет все хорошо. Здоровье ей, сил вам, терпение. Да, диабет, к сожалению, влечет за собой очень сильные последствия. И наносит огромный вред всему организму. Маленькая, зато своя про квартиру. Это точно, потому что год назад я снимала квартиру в Люберцах. Платила почти 100 тысяч за нее каждый месяц. Она была большая, но просто так покидывать такие деньги дяди, это... Это жопа. Да, про мундштук мне уже все сказали, что наоборот его ставить нужно. Но мне нормально. Бородина и Рудова закроют директы. Вы тоже закройте. Вы лучше, я не хочу, чтобы вас обсирали. Ой, мои хорошие, спасибо. Мне это льстит, мне очень приятно. На меня это никак не отражается, понимаете? Ну, счастливый человек, незнакомому человеку говно не напишет. А те люди, которые пишут говно, ну, они глубоко несчастны. Я понимаю, что видно, у них нет друзей, у них нет близких. Или с друзьями и с близкими очень плохие отношения. Поэтому они срывают всю злость на других, на посторонних. Ну, что ж. Богом судья всем. А зачем такую большую снимала? Ну, мне просто понравилась квартира, поэтому я ее и сняла. Зачем дуть в экран, как людям в лицо? Ребят, ну, кого смущает, кому не нравится, можно выйти из прямого эфира. Я у себя дома, я в своем прямом эфире. Я считаю, что я могу позволить себе курить кальян. Да, двухкомнатная квартира. Юнька, пока про нас говорят, мы живем так, что собаки лают. Ветер носит. Пусть, пусть лает. Это же все на их совести остается, правильно? Добрых людей гораздо больше, и я в этом убеждаюсь ежедневно. И меня это радует. Ой, снова брюнетка я не планирую. Нет, может быть, когда-нибудь лет так через очень много. Даже не знала, что в Люберцах есть такие дорогие квартиры. Мне все, кто знал, за сколько я снимаю в Люберцах квартир, мне все говорили, что я сумасшедшая. Ну, там был очень хороший ремонт, очень хороший дом. Ну, вот так. Ну, там, летом она, конечно, дешевле выходила. Это же все зависит еще от того, сколько света у тебя нагорит, правильно? Там два санузла было. Ну, большая была квартира. Лера Фрост говорит много негативного про тебя. Несмотря твой эфир и ее, это как день и ночь. Она вся такая на понтах, а ты абсолютно простая с подписчиками. Ты большая, спасибо большое. Слушайте, каждый человек может говорить про меня вот все, что угодно. Это характеризует не меня, это характеризует его. По поводу Леры Фрост, ну, мне даже обсуждать смешно о людях либо хорошо, либо никак. Хорошо не могу про нее сказать, потому что как-то мне скинули эфир, как раз когда я лежала с дизентерией и чуть не умерла. Человек сказал, да, лучше бы она сдохла. Ну, что я могу сказать про такого человека? Мне ее искренне жаль. Вот я просто сочувствую, что у человека нет души и нет сердца. Я даже врагу своему, самому законченному врагу никогда такого не пожелаю. Поэтому, ну, мне жаль эту девочку. Все, это остается на ее карме и на ее совести. Она так много всегда говорила о карме, но только она, видно, даже значение не знает этого слова, к сожалению. В моем, у кого есть в окружении заразившиеся коронавирусом? В моем нет. Слава богу. С Марго, конечно, общаемся. Ой, собаки у нас халясо. Слава богу. Подруга с пневмонией лежит в больнице. Но пневмония, она же не обязательно должна возникнуть на фоне коронавируса у нас. У нас с пневмонией, у меня подружка болела пневмонией. Ну, то есть, очень многие люди болеют и выздоравливают. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо у вашей подружки. Ой, ноги задекли так сидеть. Все, теперь я точно спать. Спокойной ночи. Моя дочка Самира вас очень любит. Передайте ей привет, она вас смотрит. В час ночи Самира не спит. Привет, Самира, иди спать. У меня в районе женщина умерла от коронавируса. Ребят, вы знаете, я, конечно, наверное, не вправе рассуждать на эти темы, но вы откуда знаете, от чего умерла эта женщина? У нас сейчас не говорят о том, что люди умирают от рака, от инфарктов, от инсультов, от чего-то еще у нас сейчас. Если человек умирает, говорят от коронавируса. Ну, никто же не знает правды. Нет, сигареты не курую, никогда не курила. Любимый кот с мамой в комнате. Ой. Все, покурила, накурилась называется. Ой, так уже не полетел. Спасибо вам огромное, Антекаралла, от счастья. Это здорово, когда кого-то можешь сделать счастливым. Свадьба должна была быть в июне, но я не знаю, что сейчас будет. Ой. Ладно, ребятки, ребятолики, целую вас всех. Всем спасибо за прямой эфир. Надо идти уже вкарать, то у меня аж глаза красные. Вот, все, пока всем. лись взы한. Участливаем. 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 Иду.